Мурат Насыров Слишком короткой жизни на большой эстраде. Еще больше из-за трагической гибели. Поздний январский вечер 2007 года. Сквозь стену дождя и снега на одну из московских улиц мчится машина скорой помощи. 22.59. Жуткий звук сирен затих. Настеж открытый балкон на пятом этаже. А на влажной земле известный эстрадный певец Мурат Насыров. В ярком концертном костюме, рядом со своим портретом. Мертвый. Кто-то простит, кто-то поймет, но от меня любовь не уйдет. А Насырове сняли множество документальных фильмов. Единственная их тема – расследование загадочной смерти артиста. Мурат был чем-то взволнован и очень возбужден. Музыкант покончил с собой. Он даже выскочил на балкон. Как говорят родные, хотел закрепить телевизионную антенну. Если это не случайность, то что могло стать причиной трагедии? Я вот смотрю какие-то передачи телевизионные. Какую-то ерунду там глубоко копают, не в ту сторону. О гибели Насырова говорил весь российский шоу-бизнес. Среди различных причин вероятного самоубийства Мурата называли наркотики, алкоголизм, шизофрению и даже причастность к секте самоубийц. Но ни одна из этих версий так и не было. Ну, вылета грязи на все. На его жизнь, на личную жизнь, взаимоотношения, вообще все. Наркотики, алкоголь и все, и все. И люди копались до последнего. Из-за нездорового ажиотажа вокруг гибели певца его гражданская жена Наталья Бойко долго ничего не комментировала ни на телевидении, ни в прессе. Журналистам лишь изредка удавалось уговорить ее на несколько слов. На улице, в парке, возле дома. Впервые в проекте «Моя правда» вы увидите небезуспешные попытки выяснить, почему певец ушел из жизни, а то, каким человеком он был вне сцены. Мы покажем вам кадры, на которых Мурат настоящий, правдивый и откровенный. Яркие кадры, снятые когда-то им самим. Ты что, нравится? Мне тоже. Всю свою недолгую жизнь Насыров постоянно снимал на видеокамеру и фотоаппарат. И даже в тот последний в своей жизни вечер, когда он сделал шаг с балкона пятого этажа, на шее Мурата висел фотоаппарат. Это все еще самое интересное впереди. Тяга. Такого видео в семье Насыровых много. Диски и фотографии, воспоминания о Мурате. Счастливы вместе. Именно такими жена и дети помнят себя рядом с ним. За мной! В последний год жизни Мурата их семейное счастье сменили надрывный страх и боль. Сегодня Наталья искренне рассказывает о том, что никогда ранее не выносила на люди. О страшных вещах, которые происходили с Насыровым и стремительно вели его к гибели. У него стали проявляться какие-то депрессивные моменты и срывы. Внезапная раздражительность, душевное беспокойство, навязчивый страх, постоянная бессонница, потеря жажды жизни. Он сам-то и не мог объяснить. Он мог рассказать о своем состоянии, но причину... Причина, причина, причина. Это то, с чем я и, собственно говоря, и продолжаю жить. Привет, друзья! Для тех, кто еще помнит мое имя, меня зовут Мурат Насыров. Мальчик хочет тамбов, ты знаешь, чики-чики-чики-чики-чики-так. Мальчик хочет тамбов... Именно благодаря этой песне к Мурату Насырову в середине 90-х пришла невероятная популярность. Хитовая мелодия. Я не помню, кто впервые спел эту песню. Мальчик хочет тамбов... Это была кавер-версия супер-хита прошлых лет. Адаптация композиции «Тик-тик-так» бразильской группы «Карапичо». Он еще нашел хорошие стихи, такие вот хитовые, легкие. И вот эта песня соответствовала ожиданиям публики. Поэтому он и поднялся. Он понял, что его удача-то рабов, поэтому он ей воспользовался. Молодец. Зажигательный латиноамериканский мачо в каждом движении, взгляде, манере. Таким Насыров каждый день выходил на яркую сцену. Какие-то классные штаны, хвастался ими. У него были такие ремни. Надевал красиво очень рубашки. Мне очень нравились они. Мне нравилось то, что он очень корректно расстегивал, скажем, свою рубашку. Это было никогда не было пошло. Он действительно был такой мачо. Он, несмотря на то, что он умел модно одеваться, менял прически, всегда у него какие-то рубашки были яркие. Но в то же время он всегда оставался таким мужиком. Он всегда умел завести публику одним только своим появлением. Кардио! Всегда зажигатель такой, зажигалка. Он как-то всегда был сам собой. Он как жил, так вот он и себя чувствовал. Легко и больно. Он был очень наивным человеком. Одновременно наивным был бы. Мы сегодняшним был человечком. Но именно эта детская наивность Мурата во взрослой и жестокой жизни шоу-бизнеса привела к настоящей трагедии. Мало кто знает, что Насыров имел возможность попасть на большую сцену еще задолго до хита «Мальчик хочет в Тамбов». Ровно за четыре года до него сам мэтр российского шоу-бизнеса Игорь Крутой предлагал ему свою раскрутку. Однако юный Мурат ему отказал. Лето 1991 года. Песенный конкурс в Ялте. На сцене улыбающийся худощавый юноша. С длинными непослушными волосами. В смешных очках. 22-летний Мурат Насыров. В его глазах ни волнения, ни чувства страха. Только уверенность в себе и невероятный задор. Конкурсанты, они его выделяли. Из всех они говорили, что сразу с первого дня Насыров. В то время, как другие конкурсанты тщательно готовились к Ялте, еще за год до нее придирчиво подбирали песни и костюмы, Насыров все решил за несколько месяцев. В Крым он ехал только с одной целью. Получить признание своего таланта, в исключительности которого никто до сих пор не сомневался. О концертном костюме Насыров тогда даже не подумал. Он так грустно пришел в гримерку. Говорит, слушайте, ребят, я вот так что-то спел. Я думаю, может, мне как-то надо переодеться, а мне не во что. Мы вот с моим другом тоже, если ребята начали рядить его, значит, нашли ему пиджак другой, другие штаны, еще берли от дерева. И вы знаете, очень много лет потом мы вспоминали об этом. И он все так говорит, Маринка, ты же, говорит, на конкурс отдела, считай, своими друзьями. На том конкурсе именно из рук Марины Хлебниковой Насыров вырвал себе победу. Певице досталось почетное второе место. Мураджи получил высшую награду – Гран-при. Слишком уж он всех поразил новой манерой исполнения песни Примадонны Эстрады «Волшебник-недоучка». Ну, в общем, было понятно, что один из первых, кто он будет, безусловно. Тогда было все честно. То есть никаких денег из ребят, из конкурсантов не было. Вот эти 12 баллов, когда все подняли, да? Все жюри и вся Москва-то. Алла Пугачева, Игорь Крутой, Лайма Вайкале. Именно эти акулы российской эстрады единогласно поставили Мурату высшие баллы. Насыров окрылен успехом. Он надеется, что теперь на него посыплются предложения от известных продюсеров. Что эта ялтинская победа даст ему такой же стремительный старт на большой эстраде, как 10 лет назад уже популярному Валерию Леонтьеву. Мурат давно мечтает о таком шансе. Мечтает о том, что песни, которые он пишет дома и бережно складывает на полке, наконец-то услышит вся страна. Наверное, гений. То, что я сейчас слышу и читаю его стихи, и вот в аниме пачки у меня дома лежат, я сейчас переписываю, там целые поэмы. Просто это все в одном человеке. В день победы в Ялте Мурат действительно получает предложение, о котором любой молодой музыкант мог только мечтать. Ему предлагает сотрудничество сам Игорь Крутой. Для Мурата это могло означать лишь одно – стремительный звездный взлет. Но Насыров неожиданно отказывает Крутому. Тогда его решение удивило абсолютно всех. «Крутой» предлагал контракт. Мурат, как композитор, он прекрасно понимал, что ему пришлось петь песни исключительно Игоря Крутого при таком контракте, а этого, в общем-то, не хотелось, и интереснее было делать свою музыку. Наивный и принципиальный. Мурат не хотел играть по чужим правилам. Не хотел, чтобы из него лепили музыканта в угоду шоу-бизнесу. Он был уверен, что сам сможет управлять вкусами и предпочтениями публики. Поэтому и решил дождаться лучших предложений. Человек появляется в музыку со своей жизненной позиции. И она у него уже была заложена. И она была заложена определенного склада, определенного характера. И, к сожалению, в стране, которая тогда называлась Союзом, это музыка, которой он занимался, музыка соул, музыка этно, музыка с элементами джаза, джаз-рока. Латиноамериканская музыка, да? Она никогда не приживалась у нас, потому что ее нужно было очень сильно адаптировать под ментальность нашей огромной страны. Ради желанной сцены Мурат пошел вопреки воле родителей. Воспитанный в лучших мусульманских традициях, Насыров как младший из пяти детей в семье должен был оставаться в родном доме в Алмате. Чтобы до последнего заботиться о старости матери и отца. Но Мурат понимал, его талант заслуживает большего, чем петь на домашних праздниках в Казахстане. Его призвание – стать известным на всю Европу. Так что начинать свой музыкальный путь необходимо обязательно из центра отечественного шоу-бизнеса – Москвы. Без страха перед будущим Мурат за несколько часов собрал вещи и купил билет до столицы. Мама даже, по-моему, не успела испугаться. То есть, мама, я еду, все. Мама, так все. Для семьи Насыровых импульсивный поступок любимого сына стал настоящим ударом. Сначала нам, конечно, было обидно, а потом подумали, думаю, мы еще молодые, с нами четверо детей, так что ладно, пусть едет. Их любовь настолько сильна была, что они не смогли ему запретить. Они проводили его, конечно, слезами, мама там плакала, говорит, не знаю, сколько месяцев, может быть, даже. Но проводили с любовью все, как могли, там помогли, там какие-то деньги в дорогу, все. Мы думали, что он будет у нас художник или математик. Он по всем математическим предметам был отличником. Ага, и у нас все мы мечтали, что он математик будет, но, однако, наши мечты не совершились. Получился с его музыкант, артистом. Еще в школе Мурат сильно увлекся популярными западными группами. Битлз, Диперпл, Пинк Флойд. Ему нравилось подражать их манере исполнения и поведению. Именно тогда в юноше раскрылся талант имитатора зарубежных звезд. Позже он точно копировал Томаса Андерса из группы Modern Token и многих других иностранных исполнителей. А друзья наперебой советовали ему любой ценой стать настоящей суперзвездой. Зажигалка. И очень любил, я помню, что он очень любил копировать в свое время Джорджа Майкла. Ему нравилось подражать ему. А мы же раньше всегда показывали друг другу, а ты что умеешь спеть, а ты что можешь спеть. И вот он показывал. Однако Мурат и подумать не мог, что его перепевы зарубежных хитов на российский лад как начнут, так и покончат с желанной карьерой. После отказа Игорю Крутому Мурат вернулся в Москву, где уже учился на втором курсе Гнесинского музыкального училища. Именно там он встретил свою первую и единственную на всю жизнь женщину. Светловолосую девушку Наталью Бойко. Тем самым летом он как раз победил на Ялте. Вот он был тогда героем общежития. Естественно, он ходил. За ним ходила целая свита. Он появлялся махром в халате, или в чем хотел, то есть в коридорах, и везде. Ну, поскольку он вообще еще такой был очень непосредственно открытый и всегда центром компании и любой вечеринки. Вот, поэтому он шел, на него смотрели все, и все, глядя на него, улыбались. В общем, что-то там такое происходило, всегда вокруг него какое-то движение. Он настоящий завоеватель женских сердец. А сейчас я познакомлю вас с девчонками, которые будут украшать мой видеоклип. Смотрите, насколько они хороши. Уверенный в себе, красивый, немного высокомерный. Она безумно влюблена в него. Тихая домашняя девушка, которая до сих пор ни с кем никогда не встречалась. Для него это было важно, что, да, вот как, никого не было, да. И у него такой сразу дух охотника в нем интересный такой. И поэтому мне, на самом деле, мои подружки, те, которые вот жили на этаже, они говорили, ты что, ты посмотри, он же такой вот, он же ловелас, это же настоящий просто дамский угодник. Я так хотел твои губки коснуться, и твоё тело хотелось как. Ну вот, но как-то так на меня это не подействовало совершенно. Вот, и поэтому... Ну, всё равно, да, всё случилось. Поскольку он человек всё-таки таких восточных кровей, ему всегда нравились блондинки. Ну, всегда. Однажды он сказал, что очень сильно влюбился. А потом сказал, это моя жена. На-на-на-на И где-то в сердце сентября Я умираю без тебя Но счастливую любовь с Натальей Мурату пришлось скрывать долгих пять лет от своих родителей. Мурат был мусульманином. Его любимая – православный. Мусульманин, он, например, не может свою жизнь соединить с женщиной, которая не внесена в книгу. У них такая книга вечности. Мурат больше всего боялся осуждения и непонимания родителей. Ведь в их мечтах Насыров-младший должен был выбрать себе в жены женщину их веры. Однажды Мурат уже предал родительское доверие, уехав в столицу. Теперь он не оправдывает их надежды второй раз. Но когда Наталья забеременела, Мурат понял – наступило время нелегкого признания. Он как бы у меня или спрашивал совета, или просто делился своими переживаниями. И тогда я сказал, говорю, Мурат, а что произойдет? Да? Родители тебя любят. Что произойдет? Ну, хорошо, но сейчас они как бы будут, естественно, возмущаться. Как это так? Сын живет с девушкой, она ждет ребенка, а они, значит, об этом ни сном, ни духом, да, они даже не подозревали, что он там с кем-то живет, что есть какие-то взаимоотношения, а тут она еще и беременна. Нормально для родителей сюрприз такой, да? Ну, он боялся их ранить. Он как-то вот думал, что будет более подходящий момент, но, собственно говоря, и случился. Родилась дочка, уже как бы дальше некуда было. Он говорит, ну все, давай поедем. Мурат привез Наталью в родной город. Семья Насыровых увидела его невероятно счастливым рядом с женой и новорожденной дочерью. Мать с отцом сразу простили ему многолетнюю тайну. Вот он такой у них, он же любимчик был в семье. Он такой прям вот, как сыр в масле, они его прям обожали, обожали. Но спустя несколько лет отец Насырова все-таки поставит Наталье условие пройти мусульманский обряд бракосочетания. Вот, и он со мной поговорил, он сказал, что Наташа, если ты хочешь остаться с ним, то ты должна это пройти. И я, на самом деле, я так и подумала, что да, если я хочу, у меня даже мысли не возникло, там, что-то воспротивится, а мы и так будем вместе. Как-то вот он настолько, он был такой вот как, такое прям вот, то, во что ты веришь, и то, кому ты веришь, и чему ты веришь. Им прочитали просто по мусульманским обычаям молитву, как вот у вас, у христиан бывает, венчание, а это молитва, и все. 1994 год. Один из первых ночных клубов России. Сигаретный дым и легкость алкоголя. На сцене зажигательный юноша. Он исполняет кавер-версии известнейших западных хитов. Мурат совсем не ожидал, что заниматься перепевами в таких клубах ему придется долгих три года. Публика в безумном восторге. Но, насыров этими каверами сыт по горло, в то время, как написанные им песни, так и лежат дома в столе, припадая пылью. Но именно в клубе Насыров познакомился с теми, кто помог ему сделать шаг к славе. Популярной группой А-студио. Гитарист А-студио Баглан Садвокасов и Насыров будут дружить много лет. Позже именно Баглан сыграет, возможно, решающую роль в гибели Мурата. А пока Садвокасов знакомит Насырова с его первым продюсером Арманом Давлитьяровым. С чего мы начали? К тому времени у Мурата не было ни одной своей песни, которую он, в принципе, написал. Они были у него где-то, наверное, в загажниках написаны, но они не записывались в принципе на студии. Вот. Что мы стали с ним делать? Мы нашли самую дешевую студию, которая, в принципе, в то время была. Там 10 или 15 долларов стоило час записи и стали писать его первую песню. Наконец-то у Мурата появился шанс показать всем, на что он способен. Он верит, вскоре эти долгие годы одних только кавер-версий закончатся. И он все-таки удивит публику собственными хитами. Улетаю, но не прощаюсь навсегда. Не стениться Зоя Мурата Мурат записывает песню за песней для своего первого альбома. Параллельно практически ежедневно выступает в клубах Москвы. Он хочет заработать как можно больше денег на пластинку. Изнурительный график работы, который уже давно не приносит Насырову удовольствие, сумасшедший ритм жизни. Но он знает, ради чего все это делает. Мурат Насыров готовит к выпуску свой первый альбом с авторскими песнями. Он рассчитывает, что этот проект принесет ему долгожданное признание и славу. И вскоре Насырову действительно везет. Он стремительно взлетает на российской эстраде. Его имя твердо занимает высшие места ведущих хит-парадов. Но все это не благодаря его песням из дебютного альбома. Фурор производит одна легкомысленная песенка, которая на первый взгляд ничем не отличается от тех, которые Мурат исполнял до сих пор. Студия Союз предложила Мурату сделать кавер такой. И Мурик говорит, мне предложили перепеть песню. Так, ну, такую, тик-тики-тики-так. Я перепел, вот, сняли клип, показали его один раз, в следующий день он как-то как-то стрельнуло, начал крутить русское радио и все, и он вышел знаменитым. Поснулся знаменитым, хотя до этого уже его знали, понимаете? А тут вот такой парадокс. Песня никого отношения к мозгам музыкального Мурика не имеет, просто это было как шутка. Ну, и с этого вот и началось появление Мурата уже для широкого зрителя, для всей страны, скажем, вот с этого и страна узнала о Мурате Насыровом. После неожиданной популярности кавер-песни «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат вместе со своим продюсером решают пустить в народ и авторские песни Насырова. Я где-то очень далеко, а дождь стучит в мое окно. Они, затаив дыхание, следят за реакцией публики. Оба верят в успех. То, что делал Мурат и как он пел, мне по-настоящему нравилось это, потому что я просто от этого фанател, наверное. Я был, наверное, один из первых фанатов, там, его и поклонников. Результат превосходит их ожидания. Песни Мурата «Кто-то простит» и «Я – это ты» становятся настоящими хитами. Я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. По песне «Кто-то простит, кто-то поймет» это достоверная информация. Мне позвонили, говорят, ты представляешь, а эта песня крутилась на русском радио. Помните, кто-то простит, кто-то поймет. Значит, там говорят, звонят, вы представляете, звонила Пугачева на радио и спросила, а что за мальчик там поет эту песню, кто это? Ну, ему говорят, это Мурат Насыров. Мне говорят, слушаю, там, «Алла Борисовна звонила, и мне, типа, интересовалась, кто. Это Мурат, настал наш звездный час». А вскоре Мурата ожидает еще больший взлет. На него обращает внимание Александр Иратов, продюсер и муж одной из участниц популярного в начале 90-х коллектива комбинация Алены Апиной. Чтобы раскрутить жену сольно, Александру требовался необычный певец ей в пару. И Мурат ему идеально подходил. Насыров понимал, он должен двигаться вперед. А Иратов и Апина это шанс укрепить позиции на эстраде. К тому же в договоре о сотрудничестве говорилось о том, что Мурат будет исполнять только авторские песни. Поэтому на предложение Иратова певец сразу согласился. Уже через несколько месяцев Насыров и Апина начали совместные концерты. Их шоу называлось просто «Электричка в Тамбов». От названия известнейших хитов певцов «Электрички» и «Тамбова». Кроме этого Насыров и Апина записали и совместную песню «Лунные ночи». «Электрички в Тамбове» «Электрички в Тамбове» количество хитов для того, чтобы он мог самостоятельно ездить. Чтобы как можно лучше распиарить тандем Апина Насыров, продюсер Иратов спланировал пиар-роман Мурата и Алены. В газетах одна за другой появляются статьи о любовных отношениях между певцами, ради которых Мурат якобы бросает свою семью. Когда об этом очень много писали, это писали до такой степени и так много об этом, что в какой-то момент даже я в это поверил. Я позвонил Мурату и говорю, «Слушай, ты что, гонишь, что ли? Я что-то не пойму». А там уже фотография, что Наташа уехала домой. «Это было не столь для меня, сколько для родственников». «А что же это у вас там происходит-то? Как это вообще?» И вот такая ситуация. Бабушки, тетушки, соседки там требуют ответа. Вот. Что мне и как быть? Мурату быстро надоедают постоянные сплетни из-за придуманного романа с Апиной. Насырова откровенно раздражает, что публика теперь интересуется не песнями, а его личной жизнью, которую он никогда и ни за что не выносил бы на люди. Он понимает, таковы правила шоу-бизнеса, но покоряться им не желает. И тогда Мурат говорит, «А, надо это все прекращать, и вообще вот он как-то отказался, говорит, «Мне самому это все не нравится, говорит, как-то уж лучше своим пением, да, вот заниматься, говорит». Насыров уже не впервые отказывается от предложения сильных мира шоу-бизнеса. Так же, как когда-то от Игоря Крутого, теперь он ушел от Иратова, чтобы принадлежать только самому себе. Мурат был уверен, что уже имеет свое место на российской эстраде. Он пишет новые песни, но они почему-то не так интересны публике, как надоевшая «Мальчик хочет в Тамбов». Публика требует того самого мачо с латиноамериканскими подтанцовками, а совсем не романтичного, душевного певца. «Что ждет зритель? Он ждет яркости, он ждет шоу, он ждет блеска, он хочет увидеть красивого артиста на сцене. И нужно соответствовать этому ожиданию». Конечно, он подустал со временем уже, когда стали «Мальчик-мальчик», там «Давай, мальчик», вот, и амбиции какие-то музыкантские. У меня же есть свои песни, как бы, послушайте их тоже. Потому что он приехал, привез одну песню, я говорю «Нет». Он говорит «Вот, мы все время из-за этого с ним ссорились. Вот, значит, ты там опять начинаешь, я там это». Я говорю «Мурат, неужели ты не понимаешь, что я что-то делаю специально?» Это он там три дня со мной не разговаривает, а всего на четвертый день звонит. «Ну да, ты, наверное, прав». Мурат озадачен и измучен. Он не понимает, чего людям не хватает. Почему его новые песни не вызывают никакого ажиотажа? Снова заниматься перепевками Насыров не хочет. Это уже пройденный этап. Но постепенно терять желанную славу и признание он тоже не желает. Тогда первый и последний раз Мурат решает все-таки дать публике то, чего она больше всего ждет. Смотрели телевизор, что-то должно быть что-то между латинос. Вот посмотри, вот сейчас Рикки Мартин. Что-то вот такое, наверное. И вот он уехал. Звонит мне ночью. «Арман, я, кажется, что-то написал. Послушай». И значит, он мне в телефонную трубку ставит. Я говорю «Кажется, да». И все, он приводит на следующий день и хит. Хотелось туда. Безусловно, каждый артист, каждый особенно уровень Мурата, он был безусловно достоин этого. Просто безусловно. Но требовали какого-то хита. Я говорю «Да это никому не надо. Что-то над этим так долго сидишь». Чего-то. Ну что это такая песня? Она такая красивая, такая сложная. Это никому у нас не нужно. Нужно тут-ту-ту-туться, и все будет здорово. В принципе, я так думаю, что это, наверное, вот «Ловила на губы, ловила на глазки». Это, наверное, один из самых последних хитов, в принципе, таких, о котором знал широкий зритель. Мурат снова на волне популярности и признания. Его новая песня звучит отосюду. Но на удивление больше он не пишет ни одной хитовой песни. Он не желает работать в угоду публике, потому что понимает, больше всего хочет продвигать только то, что нравится в первую очередь ему самому. Вскоре Насыров всех искренне удивляет. Выпускает альбом этнической музыки у Игурской. Как оказалось позже, этот последний прижизненный альбом Мурат написал не просто так. Он вложил в него всю свою жгучую боль из-за внезапной смерти его самого родного человека, отца. Мурат очень переживал сильно, переживал жутко, у него была вообще какая-то связь сильная, серьезная. И он целый год писал этот альбом, готовился серьезно и выпустил очень красивый, очень, не знаю, но достойный альбом. В Европе этот альбом занял пятое место, по-моему, в этнических альбомах. Там он говорит, я сам не понимаю, как он писался. Он просто вот выходил, говорит, из меня. На одном буквально дыхании. Этот альбом Мурат посвятил отцу. Насыров до последнего чувствовал себя виноватым перед ним. Мурату казалось, что отец так и не простил ему ни отъезда в Москву ради вокальной карьеры, ни того, что среди стольких мусульманок Насыров взял себе в жены православную Наталью. Смерть отца сильно подкосила Мурата. Тогда же от Насырова уходит его первый и последний продюсер Арман Давлитьяров, который покидает шоу-бизнес ради политики, оставив Мурата полностью на самого себя. Единственным, кто тогда не бросил Насырова, был его ближайший друг Баглан Садвакасов. Остальные же коллеги по эстраде открыто считали Мурата чудаком, который, чтобы удержаться на плаву, не умеет или не хочет покоряться жестким правилам шоу-бизнеса. К Мурату, я вам хочу сказать, отношение в тусовке, оно было в российской такое неоднозначное. Ну, вот, например, презентация какого-то, там, чего-то альбома у артиста. Артист, все приезжают, поздравляют, поют, и вдруг выходит на сцену Мурат Насыров. Все же, в основном, ну, что это? Под фанеру, там, поскачет, открывает рот, он выходит вживую, как даст. и убирает всех, и презентуемого, и гостей, и людям это не нравилось. Я ему говорил, слушай, ты можешь, там, как-то вот, поскромнее, там, или еще что-нибудь, ты понимаешь, что людям не нравится вот это. А он говорит, а как по-другому? Он говорит, ну, как по-другому? Вот, ну, как, выйти и по-другому петь я не могу. Вот как? Именно эта особенность Мурата раздражала фанерных певцов. Им не нравилось, что все внимание принадлежит Насырову. Артисты просто перестали приглашать Мурата на презентации, а потом и на свои концерты. Он словно оказался в вакууме сплошного неприятия. С одной стороны, эстрадниками, с другой, попсовыми слушателями. Интерес к Мурату Насырову стремительно угасал. Он больше не появлялся на телевидении, о нем не печатали ни слова в прессе. Увидеть артиста можно было разве что на частных вечеринках, а еще на сольных концертах все меньше людей. Собственно, он вернулся к тому, с чего начинал. Мурату, все еще уверенному в том, что шоу-бизнесу действительно нужны неординарные таланты, а непохожие друг на друга клоуны-певцы, становилось горько. Стали быстро меняться поколения. Смена поколений стала происходить. Очень много стало появляться юных певиц и певцов, условно, так скажем, культивируемых фабриками звезд, различными конкурсами, клипы на музыкальных каналах. Он мог бы, наверное, на пятьдесяток мальчиков, которые хотят в Тамбов или хотят в Рязань, или хотят в Урюпинск, или во Владивосток, или куда-то еще, или на Луну, мальчик хочет на Луну, почему нет, не знает о Луне. Он бы много мог написать, придумать таких вот текстов, найти бездну таких мелодий в мировом репертуаре, написать эти тексты. Но это было бы уже неинтересно, это был бы шарпотреб, музыкальный шарпотреб. И Мурат очень хорошо это понимал. У Мурата началась настоящая депрессия. Он не выходил из своей домашней студии, писал новые песни, но тщетно. На кого бы это ни давило? Вот давайте, положа руку на сердце, просто честно поговорим о том, когда вот у нас говорят сейчас в прессе, что вот там, наверное, он переживал по этому поводу, как и любой нормальный человек. Я бы тоже переживал. Я не Мурат Насыров, но я столько лет работал с ним, конечно, мне было и больно, и обидно от того, что он там не на уровне, скажем, я не знаю, там, Кристина Рыбака или еще где-то, да, а все-таки уходил при всем его таланте все-таки на вторые роли в шоу-бизнесе. У нас же кто? Кто на экране, кто в хит-парадах, тот и делает музыку. Для всех имя Насырова в один миг просто исчезло. Потом в многочисленных газетных статьях Мурата обвинят в алкоголизме, лечении от наркозависимости в одной из клиник под чужим именем, в том, что он хочет покончить жизнь самоубийством. И все это из-за невостребованности на большой эстраде. Ну, потому что он настолько творческим человеком был, он как бы делал очень много, что, и было обидно ему то, что, как бы, ну, грубо говоря, ну, он не востребован, да, вот, ну, на это время не был. И поэтому, как бы, ему постоянно хотелось там что-то сделать новое, чтобы это все услышали, а этого не было. И вот поэтому у него был такой депрессивный. За год до смерти с Насыровым начали происходить страшные вещи. Он потерял жажду жизни, почти не спал, нервничал. Пропала у Марата и уверенность в себе. Близкие и друзья его просто не узнавали. Конечно, причина вот в том, что эти последние песни, которые, на самом деле, он написал, они настолько были уже вот на ощущениях, понимаете, такого полуразорванного нерва. Встречался там с психиатрами какими-то, да, с психотерапевтами уже, и ему советовали, ему делали снимок головного мозга, сказали, что у вас есть какое-то изменение, там что-то, в общем. Ему посоветовали пить там какие-то определенные препараты, вот, после чего там опять был период, что опять я не сплю, опять мне плохо, и я боюсь. Последний год жизни Мурата семья Насыровых провела словно в аду. Друзья говорят, ну давай его определяю в клинику. Я думаю, ну, в клинику тоже страшно, потому что там, собственно говоря, из таких людей делают овощи. Просто их напичкивают чем-то, и вот он лежит, вообще ничего не понимает. Мы узнавали там разные, там уже лечение гипнозом рассматривали, и лечение там у разных людей-целителей тоже хотели там сделать ну какой-то такой тоже, но он не согласился. Избушку в лесу нашли какую-то, чтобы, может быть, одному, может быть, от всего вообще надо уехать и побыть просто. Вот, ну, как-то он не решился, не захотел. Но самым сильным и последним толчком к трагедии для Мурата стала внезапная смерть его лучшего друга. Гитариста группы А-студио Баглана Садвакасова. Остановилось время, как на немой картине. Да, конечно. Ударом было, и небольшой потери для него. И он даже понимал, что, ну, как, жизнь изменилась, что, ну, незаменимый человек для него. Человек творческий, который ежедневно на сцене, переживает вот эту вот радость, признание, успеха, и вдруг потом ты оказываешься, может быть, не востребован настолько, насколько хотелось бы, то, наверное, это очень сложно. Кто-то должен был быть рядом с Муратом для того, чтобы его поддерживать во всей этой вот истории. Наталья, жена Мурата, до последнего отчаянно пыталась вытащить любимого мужчину из тупика. Для нее самым страшным стало то, что в течение полугода Насыров видел покойного друга в своих снах. Баглан звал на помощь, просил пойти за ним. Да, Бага ему снился, да, снился и в таких каких-то подвалах, в каких-то таких темных помещениях и жаловался на то, что вот, что ему плохо. И когда Мурат он видел во сне ежедневно, там, или через день, ему снился Бага, который ему звал его на помощь, говорил о том, что что-то там с ним случилось, или там, ему нужна помощь, там, или еще что-то. Это, наверное, любого человека могло все-таки при нормальной психике тоже на что-то сподвигнуть. Правильно? Однажды Мурат просто не выдержал эмоционального перенапряжения. Поздним январским вечером 2007 года он надел лучший концертный костюм, взял в руки свой портрет, повесил на шею фотоаппарат. А в следующий миг молча сделал шаг с балкона пятого этажа своей московской квартиры. Я убежден в том, что Мурат просто вот в тот момент что-то был просто не в себе. Что-то, значит, с ним такое произошло. Да, что вот ему показалось, что вот ему нужно сейчас оказать помощь фотоаппарат. Это был страх. Да, это был нервный состояние, психический страх. Было до сих пор, мы год не понимали, сейчас не понимаем. Да не понимаем, мы понимаем, только верить в это не хочется. А вот и не верится, в общем-то, до сих пор. Для нас это было полная неожиданность. То есть, понятно, что была депрессия, была это, никто не отрицает, естественно, но чтобы так, она вот так кончилась, так неожиданно для нас, и так серьезно, что жизнь вот так вот не остановилась, а что-то перевернулась. Он такой был очень темпераментный и нетерпеливый. Может, ему хотелось быстрее все сразу, а ответа не было. И человек что-то делает, делает и не слышит. Обратной реакции нет. Не хватило, может быть, немножко такого философского спокойствия. Семья Насыровых живет без Мурата. О том страшном дне они предпочитают не вспоминать. Особенно дети, ведь в момент трагедии они были рядом с отцом. В их сердцах живут только светлые и радостные воспоминания. Он всегда веселый был такой, жизнерадостный. Никогда не видела там каким-то грустным таким. Мы в зоопарк ходили часто, ездили на машине. Я посмотрел, говорю, может, папа? Я говорю, папа, может, езди в зоопарк? Он говорил, давай съездим. Покупали сладкую вату. Вот Лия она такой серьезный Мурик, а Аким она такой веселый Мурик. Мне кто-то помнит, ну как же так, два ребенка у тебя и оба Мурат. Я говорю, он мне так здорово, мне так неинтересно, если были бы они, это я, например, лично для меня, это, я думаю, что не грело бы мне ничего, не потому, что я так себя не люблю, или там как-то, просто вот мне нравится, что они, это он. Почему в какой-то момент он закрыл глаза на самое важное в своей жизни и сделал тот единственный короткий шаг, навсегда останется загадкой. Но какой бы ни была истинная причина гибели Мурата Насырова, одна правда все-таки существует. Он не предал самого себя и сознательно шел против всех законов шоу-бизнеса. И пусть для кого-то из-за наивности и принципиальности Мурат проиграл, но он, во всяком случае, попытался и до последнего вздоха боролся.